Прямой эфир. Привет-привет, привет-привет. Передача об астрологии с любовью. Вот информационно-аналитический центр Langstar на Лиднии, поэтому давайте присоединяйтесь. Жду пока все придут. Сегодня заявила очень интересную темку. Новые источники, выходя из дома. И тут вопросики есть. Уже там немного, конечно, написали. Кто-то написал вопрос, связанный уже прям с такими уже показателями разобрать. И да, здравствуйте, здравствуйте. Уже здравствуйте. Вот вопросики, которые очень такие, очень конкретные, мы уже разберем на курсе, потому что там нужно смотреть всю карту. Вот, поэтому я сейчас напишу темку. Новые источники доходов. Так, сейчас пока присоединяйтесь. И я сегодня буду рассказывать про свой опыт, про свой опыт вообще такого, да, фрилансера, ну, пока еще не индивидуального принимателя, а самозанятого. То есть сегодня будет, я думаю, ну, может быть, такая жаришка, может быть, просто такой опыт практически. В общем, сейчас напишу пока тему. Новые источники дохода, не выходя из дома. Главное еще и правильно написать-то. Кто помнит русский язык, не выходя, это же у нас наречие, да, и причастие, не выходя из дома. То есть сегодня мы поговорим, да, об этом. На самом деле тема довольно-таки актуальная. Почему актуальна? Потому что наш мир меняется. И мир меняется очень стремительно. Я думаю, что вы все заметили. Ну, я думаю, не заметить это невозможно. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Сегодня, в общем, эфир такой, он собирательный. Я люблю по-уранически все быстро, да, то, чтобы там не задерживать всех, кто пришел сейчас голодный, кормить семью и все остальное. Но я думаю, эфир будет познавательный с точки зрения моего опыта. Вообще, как можно, да, вот взять и свою жизнь поменять, скажем так, уже после 40. Потому что на самом деле у меня как раз-таки перелом. Вот тот самый, знаете, когда у мужчин седина борода без влебро. У меня он случился в 40 лет, поэтому я не мужчина, но у меня тоже была седина борода без влебро. Вот, но только в другом качестве, да, в качестве моей профессиональной реализации, соцреализации. Уранчик у меня стоит в первом доме. Он непосредственно у меня связан с управителем шестого дома. Поэтому изменения все у меня произошли непосредственно по месту работы. Кто знает, спасибо, кто знает вообще, да, про уже управителей. Или я вижу, что здесь у меня ученики мои с прошлых потоков, которых я толкаю всегда так, давайте заводите блоги, не выдам сертификаты. Вот, я придумала, то есть я не буду выдавать сертификаты до тех пор, пока мои ученики не заведут аккаунты свои. Не начнут продвигать и вообще свои знания, чтобы уже начинали-начинали доставать из-за полок. Потому что на самом деле, ребят, ну вот все, кто у меня сейчас будет учиться, немножечко, да, сейчас пойду не по плану, как у меня спускается информация, как я всегда девочкам на курсе говорю. И говорю, я вам иногда буду говорить даже то, чего вы не знаете, но раз информация идет, раз меня спускает это космос и уран, да, то, соответственно, значит, это вам нужно. Вот, я вообще за то, чтобы все знания, которые получаются, они не пылились на полках, а они приносили какую-то пользу. Пользу вам, пользу другим людям, то есть польза ваше благополучие, польза благополучие других людей. Поэтому на своем курсе я, который сейчас стартует уже в субботу, и я этому, конечно, рада, я волнуюсь. Честно вам скажу, мне казалось, что все, у меня лекции готовы, но я все равно допиливаю лекции, и я их дорабатываю, перерабатываю, то есть нет предела совершенству. Вот, поэтому, да-да-да, шантаж, шантаж, вот, видите, мои ученики здесь. Это шантаж, да-да-да, я вынуждена шантажировать, манипулировать, мне можно. У меня выражен скорпион, поэтому мне можно своих учеников, потому что я им не выдаю сертификаты, Аня, и, ну, то есть можете, да, в эфире написать, что я действительно не выдаю сертификаты, пока они мне не сдадут домашку по прогностике. Поэтому, на самом деле, я, то есть, как бы так скажу, да, пришла вот уже, скажем так, пройдя путь с моими крошками, с моими птенчиками уже так год, я сделала вывод, что очень важно, когда я вижу домашку, и что они, где у них пробелы, где они, что они так поняли. И домашки колоссально, колоссально показывают, где у человека пробелы в знаниях. Поэтому, конечно, я хочу отвечать за те знания, которые я даю. Ну, в общем, не про курс, а расскажу вообще и про свой опыт, да, и расскажу, почему я затеяла вот эту тему по поводу новых источников. Потому что реально мир меняется. Мир меняется очень сильно, очень быстро, стремительно. Вы видите, что происходит в интернет-пространстве, видите, как мы в эпоху пандемии перешли вообще в другое онлайн-пространство. Мы даже и представить себе этого не могли, да, что когда-то можно будет работать из дома, когда-то можно будет работать только на одном компьютере. Ну, соответственно, естественно, я сразу сделаю оговорку, что, конечно, не все перейдет в режим онлайн, но большинство. И, конечно, есть люди, да, есть разные люди, у которых есть в карте зашито, что я, например, человек-практик, и мне, например, вот этот ваш онлайн, он мне, я не могу, да, мне нужно какой-то конкретный результат видеть, что-то такое. Но даже для этих людей, которые, например, привыкли видеть результат своего труда, да, нужен, нужен, пейдель, нужен, вот, когда привыкли они видеть результат своего труда, изготовить какой-то продукт, да, то есть здесь тоже и на интернет-пространстве найдется место и этим людям, практикам. То есть, условно говоря, если говорить про новые источники дохода, то есть однозначно сейчас нужно осваивать сети, да, нужно осваивать социальные сети, интернет, всевозможные инструменты продвижения. И я призываю прям просто всем, это, наверное, да, нужно людям, те, кто хочет, например, шагать в ногу с этим временем, поэтому вот здесь такое. Что я хотела еще сказать по поводу новых источников, да, то есть как раз-таки вот кто был у меня на курсе сам себе астролог, я еще не закрыла доступ, поэтому вы еще можете посмотреть. Да, и 20-го я закрою доступы, там как раз-таки в четвертый день мы рассказывали, то есть я рассказывала секреты каждого знака, то есть, скажем, по натальной карте, да, у каждого из вас есть определенные секретики, такие есть секретики, как вам работать, собственно говоря, да, то ли вы мультизадачный товарищ, то ли вы товарищ, которому нужно вести самому все, да, например, и никому образы правления не отдавать. Вот, ну, то есть вот здесь такие вот инструменты, для каждого они свои, поэтому здесь сегодня прямой эфир просто, да, не лекция, я просто буду делиться своим опытом, своим опытом вообще таким практическим, почему я говорю за новые источники доходов и не выходя из дома, потому что я столкнулась с этим просто вот так вот, ну, скажем, да, вот так один на один, после того, как жахнул по мне этот уран, короче говоря, потому что все знают, да, кто, кто не знает у меня девочки, кто уже, мои ученицы, они знают, что такое полуоборот урана, кто еще не знает, они узнают у меня, что такое полуоборот урана и чем он грозит, собственно говоря, да, несмотря на то, что, несмотря на то, что энергию урана я осваиваю очень хорошо, ну, во-первых, я там вжиг такой, да, и, во-первых, я изучаю астрологию, но, тем не менее, он, скажем так, мне преподнес некие такие сюрпризы, но он мне еще и приносит, скажем таки, как положительные, так и отрицательные стороны, но отрицательные стороны я смогла их нивелировать с помощью того, что я пришла в социальные сети, на самом деле, я скажу так, да, у меня были какие-то одноклассники там, вот, что-то там про инстаграм, мне как-то его завела, ужасно мне не понравилась эта сеть, хотя я не знала, как только она появилась, я помню, я приезжала в филиал, там, филиал московский прошлого своего работодателя, ну, то есть до прошлой работы приезжала, и там мне вот моя коллега говорила, слушай, у меня дочка завела такое приложение, там, фотки какие-то выкладывают, я говорю, блин, ну чушь какая-то вообще, кто знал, да, что нужно было туда уже впуливаться еще в 16-м или это 15-й год, я не помню, какой-то год был, вот, но, тем не менее, то есть, соответственно, у меня не было такого опыта. И что происходит, да, то есть, что происходит, да, то есть, что происходит где-то в перерыве 40-ка годов, я просто хочу вас подготовить, чтобы, ну, так не случилось, как у меня, да, например, ну, я, в принципе, не жалуюсь, у меня там, я, как говорится, скажем, боец такой, что, ну, а что делать, да, там, плачешь, рыдаешь, огорчаешься, ну, а что, то есть, кто, кто кроме нас, соответственно, Марс перводомный идет, и идет, делает быстро, иногда там, неправильно, я расскажу сейчас сегодня же за свои провалы, да, то есть, я вам признаюсь, знаете, как у Малахова передача, вот, сейчас будет сенсация, ну, понятно, я там, да, не звезда, там, не поп-дива какая-то, но, я думаю, те, кто меня смотрит, будет интересно посмотреть обратную сторону вообще вот этой всей жизни инстаграмной, обратную сторону всех этих фрилансеров, то есть, этой красивой картинки, казалось бы, да, и что за этим стоит, и какой за этим стоит труд, на самом деле, колоссальный, потому что, если кажется, что, ой, красивые картинки, там, посты, то, на самом деле, это колоссальный труд, это такая же работа, иногда даже больше, чем ты работаешь на предприятии, на кого-то, в общем, все, у меня уже мысли, мысли, мысли куда-то улетели, вот, ну, в общем, я постараюсь, да, как-то вот собрать их сейчас кучу, и, наверное, по поводу новых источников дохода, я сейчас такую, знаете, наверное, манифест такой у меня будет для тех девочек, для девушек, для женщин, для вас, чтобы вы осваивали, не боялись о себе заявлять, не боялись вкладывать в свое образование, я вот еще за что, то есть, да, сейчас очень много профессий, то есть, сейчас вот новые источники дохода, в любом случае, я такую тему зовила, поэтому я расскажу, да, с учетом того, что я уже здесь в инстаграме с 18-го года, то есть, уже много чего, сейчас очень много новых профессий, если вы о них не слышали, например, вы на меня подписаны, вы меня слушали, просто пришли ко мне, то есть, есть профессии, которые просто колоссально сейчас, ну, на них, и на них можно обучиться в течение двух месяцев, да, предположим, и уже начать зарабатывать свою денежку, то есть, это SMM, это администратор инстаграма, это таргетолог, то есть, это маркетолог, там еще сейчас той истории смейкеры есть, то есть, есть куча всяких, то есть, ну, это только вот в соцсетях, да, потому что, в принципе, соцсети, это моя основная такая сейчас работа, можно сказать инстаграмная, поэтому я к чему, не бойтесь вкладывать свое образование, это раз, не бойтесь осваивать новые источники доходов, даже если вы где-то работаете, то есть, как получилось у меня, астрологию я обучала, пошла просто из-за интереса, то есть, я не планировала зарабатывать астрологией, не планировала становиться астрологом, чтобы вы понимали, да, то есть, для меня это, если бы мне кто-то сказал, что ты там будешь, ну, я подумала, ну, вы что, ку-ку, что ли, где я, и где астрология, и вообще, я тут работаю всегда на предприятиях, я тут руководитель, и все остальное, у меня все нормально, все шикарно, но, то есть, наступают какие-то новости жизни, и что нам делать, да, то есть, и мы достаем из загажников все те свои знания, которые мы когда-то получали, то есть, я получала знания еще бухгалтера, когда у меня родители попали в аварию, и я ухаживала за мамой, соответственно, я, ну, так как я не могу сидеть на месте, я пошла, закончила курсы бухгалтера, думаю, ну, ладно, экономиста у меня есть диплом, пойдущего на бухгалтера, мало ли там, если чего, пригодится, вот, то же самое мы когда разговариваем, ну, вот, у меня сейчас сложился такой круг, круг общения, кто постоянно учится, люди, да, постоянно что-то, какие-то новые навыки, поэтому здесь мой основной посыл этого такого, да, такого прямого эфира, вкладывайте, вкладывайте в свое образование, вкладывайте в свое образование, это вам поможет потом, как помолок, когда-то мне, потому что уже там я писала посты, вы, наверное, уже читали, скажите, забодала с этим, но на самом деле так и получается, у меня резко все пошло под откос там, ну, хотя там, да, где-то, может быть, я сама это спровоцировала, потому что что-то я там заскучала, плюс там еще были объективные обстоятельства на работе, то есть так сложилось, что все, да, то есть ты 40 лет в Российской Федерации попадаешь на обочину жизни профессиональной, ты начинаешь со своим шикарным опытом на больших предприятиях, начинаешь резюме рассылать, то есть тебя как будто вообще не видят, что остается делать, остается осваивать новые профессии, то есть новые профессии, которые я освоила, это таргетолог, да, то есть это администратор Инстаграма, то есть это, ну, и самымщик, потому что на самом деле, то есть я училась и на тех курсах, и на тех, и на всех, и во продвижении, то есть, ну, на массы курсах, пока вот я уволилась с работы за два года, то есть я получила еще несколько профессий, соответственно, мало ли, да, например, я скажу, ну, блин, ну, я что-то устала в астрологии, я уже знаю, куда я еще куплю, там еще у меня есть там загажники, поэтому основной посыл вот мой такой, по поводу того, как посмотреть, да, например, какая вам профессия, то есть в каком направлении вам копать, здесь, конечно, вариантов несколько, да, вариантов два, то есть вы идете к какому-то специалисту, который просто рассматривает вашу карту, либо же там нумерология, ну, скажу так, нумерология может быть в меньшей степени, она просто покажет, наверное, ваши какие-то такие очень классные стороны, а что касается астрологии, астрология четко даст рецепты, то есть, да, и инструменты, слушай, а тебе вот нужно одному делать проект, да, например, там, или с семьей, или, например, вообще несколько возьми проектов параллельно, вот, и вообще свои денежки прячь, другому там, например, сделай себе никнейм, там, например, только на английском, да, вот, ориентируйся на иностранную публику, третьему, например, что ты просто, твой рынок, например, B2C, у кого-то только B2B рынок, то есть, чтобы вы понимали, да, у кого-то, например, это, например, продвижение, там, через сарафан у кого-то хорошо пойдет, сейчас сети, в принципе, нет, нельзя уже сказать, да, что, например, через сети ты, например, уже, ну, там, если у кого-то в карте написано, что она земная карта, и он не будет через сети продвигаться, нет, просто у него будет другой продукт, у кого-то это будет инфопродукт, ему развивать нужно, да, то есть, по карте, кто-то человек, например, такой жесткий практик, он не понимает этих инфо-цыганей, скажет, боже мой, там, ракобейся какое-то, там, что-то они там говорят, фигню какую-то несут, то есть, и таким людям, конечно, тоже будет хорошо поучиться другим профессиям, например, да, но, например, сделать интернет-магазин просто с продуктами, либо же, например, вы любите что-то мастерить, да, и, соответственно, ваш аккаунт, это вы продаете вещи на заказ, там, я не знаю, или просто перепродаете косметику, даже если, например, возьмем, да, куспит второго в весах, ну, например, или в тельце, понятно, что этой девушке, там, или этому мужчине мы скажем, слушайте, ну, вам нужен, например, интернет-магазин, да, который продает косметику, там, все для тела, для красоты, то есть, вот что-то такое, да, то есть, красивую одежду, там, или, например, можно даже, ну, то есть, какой-то интернет-магазин даже тех же каких-то очень продуктов, очень качественных, да, например, мы возьмем, то есть, вот, по поводу новых источников, да, доходов, то есть, вы можете, конечно, прийти к астрологу, и, соответственно, он вам разберет ваши ниши, и, собственно, он вам кучу вариантов выдаст, либо же вы приходите учиться, просто получаете знания, и у вас уже такие инструменты, они присутствуют, и вы юзаете свою карту постоянно, то есть, ага, вот это что-то не получилось, что-то хочу вот это попробовать, думаю, пойду, посмотрю в карту, там, есть у меня эти связи или нет. Вот так мы, астрологи, делаем, то есть, да, я тоже сама, то есть, у меня, например, очень хорошо заходят мероприятия детские, почему я и сделала, да, вот первые мои мероприятия, делюсь с вами вообще, с вами фишками, можно сказать, сейчас вам всю подноготную сдам с потрохами, то есть, у меня, например, есть такой показатель, когда моя карта, то есть, мой управитель, мой управитель второго дома связан с планетой, которая отвечает за детей, за женщин, вот, и, собственно говоря, здесь получается, что, здесь получается такая тема, что мне запросто можно что делать, мне можно, то есть, ориентация на детей, да, например, и у меня, когда я только-только вышла вот в сети, у меня очень сильно, очень много пошли детские гороскопы, они прям вот так вот, прям вот, знаете, ну, то есть, мамы заказывали, передавали мои контакты, то есть, и это говорило мне о том, то есть, мне вселенная подавала сигналы, ага, карта твоя работает, то есть, да, ты выбрала правильное направление, вот так вот, и с новыми источниками дохода, то есть, вы, в принципе, у каждого из вас эти источники есть, причем не выходя из дома, причем, я же говорю, у кого-то это будет просто, сделай интернет-магазин, просто ты можешь дома что-то делать и продавать, у кого-то там, например, у тебя, например, даже, даже, например, вы специалист по найму сотрудников, то есть, да, ну, это я просто сейчас фантазирую, это, например, вы классный HR-менеджер, то есть, у вас все есть, и что вы делаете, то есть, да, вот пандемия там или еще что-то, и тут такое, вы такие думаете, так, ага, есть соцсети, да, есть площадки для размещения, то есть, получается, сейчас соцсети или любые другие интернет-площадки у нас превратились просто в место, ну, то есть, рабочее наше место, и что вы делаете, вы заводите блог, да, вы рассказываете, как устроиться, то есть, а потом в дальнейшем вы можете просто открыть свое какое-то агентство, причем не надо вам там офис снимать, либо же это будут какие-то, как это сейчас называется, девочки, я забыла, вот знаете, когда прям такие классные помещения, и там вот ты просто приходишь, да, и снимаешь одно место в красивом каком-то месте, то есть, пришел, поработал, то есть, и ушел, или, например, там с каким-то кандидатом пришел, переговорился и ушел, да, там заплатил какую-то аренду, вот, поэтому, в общем, вот эти новые источники дохода, не выходя из дома, это, в общем, вся кладезь информации в ваших картах. Плутон во втором доме в Скорпионе, ну, Плутон, зарабатывайте на нишах Плутона, секс, бизнес, риск, там, я не знаю, страхование, Таро, гипноз, МВД, я не знаю, там, в разведку идти, то есть, здесь очень-очень много, да, то есть, таких, чтобы, Плутончик, на самом деле, с ним нужно так, вот, во втором доме, это планетка, которая может, с одной стороны, дать очень много денег вам, а с другой стороны, может вас просто обанкротить, если вы, соответственно, ну, как-то вот с ними не очень хорошо обращаетесь, потому что не забывайте, что, то есть, кто знает немножечко астрологию, за второе поле вообще отвечает такой вот телец, который любит немножечко такое вот накопление бережливости, поэтому все-таки естественный управитель денег наших, да, которые мы зарабатываем, он такой, ну, то есть, любит порядочек, порядочек, упорядоченность такую некую, он любит, там, комфорт, чтобы заботились об этих денежках, там, целовали, гладили их и все остальное, слышь, вот, всю жизнь проработали в госслужбе, теперь в другой стране, значит, там уже есть какие-то другие показатели, потому что по одному показателю, например, если кто нам про Плутон написал, а Плутон совсем кто-то про другое, да, написал, просто, Оль, я, ну, то есть, смотрите, Оль, вашу карту, это нужно будет, мы ее рассмотрим на курсе, поэтому, то есть, здесь вообще реализовать свои умения невозможно, то есть, что вы имеете в виду, реализовать свои умения здесь невозможно, Оль, просто нужно, нужно, ну, то есть, знать секретики, да, и как раз-таки вот на курсе мы все узнаем, мы все секретики узнаем, как реализовать, чего реализовать, Почему рассказываю? У меня на самом деле Сатурн стоит в 10-м доме. Чтобы вы понимали, планета Сатурн – это тот товарищ, который, с одной стороны, он даёт терпение, труд, и в этом месте ты там прикладываешь колоссальное количество терпения, усилий и смирения, а с другой стороны, это такой кайфовый тормоз, который вообще не даёт тебе вот так вот прям слетать, вот знаете, как вот, например, ну я не знаю, как Юпитер, бах там, да, даже на Нептуне можно залететь, даже на Плутоне можно. На Сатурне нифига. Я вам рассказываю про себя, потому что у меня все мои какие-то карьерные достижения, они у меня через подкровь, через несколько лет, через взятие на себя, то есть таких дополнительных вложений, ну таких вот, да, и что, собственно говоря, сейчас буду рассказывать про свои провалы, вот, и пришёл вопросик, пришёл вопросик, значит, там несколько вопросов был под постом, отвечу на один вопрос, и вы сейчас задаёте вопросы, был вопрос по поводу того, как я продвигалась в Инстаграм, да, то есть, ну, немножечко я об этом расскажу, если интересно вам, да, то есть, то я, в принципе, ну, то есть расскажу. Оль, мы всё разберём про новые источники, вот я у вас, то есть, не останетесь вы там, да, без внимания, потому что, ну, это уже так чуть-чуть попожает, а вторая ступень у нас будет, событийность, когда мы там будем разбирать деньги по всем фронтам, то есть, и так, и сяк, вот, поэтому отвечу на вопрос, который был под постом, а потом расскажу про свой опыт, расскажу про, как я продвигалась вообще, расскажу про свой провал вообще и про такие, может быть, ну, не знаю, есть у меня такая вот история, ну, очень личная, но, наверное, не в этот раз, вот. Значит, вот задали вопрос, я сейчас просто читаю его, ну, то есть, здесь не могу его прочитать, потому что он под постом, может ли работа обеспечить достойный доход для покрытия всех потребностей человека и не превратится ли эта работа в круглосуточную? Очень классный вопрос, очень правильный вопрос, и, ну, я думаю, да, наверное, у каждого есть, в принципе, ну, в чём-то можно согласиться, что, например, когда ты зарабатываешь, зарабатываешь достойно, то ты должен, ну, то есть, соответственно, как будто бы долго много пахать, да, и, наверное, на этот вопрос я, что, ну, и работа действительно превращается в круглосуточную, и здесь я плавно перейду к своему опыту и поделюсь, то есть, на самом деле, в начале пути, когда вы что-то начинаете, то есть, ну, не знаю, может быть, у кого-то везёт, да, у кого-то, там, я не знаю, богатый муж, может, у кого-то друг такой, да, вот, может быть, папа, мама, и как-то есть какие-то такие уже вложения, ну, то есть, когда можно нанять целую армию, там, я не знаю, маркетологов, таргетологов, имиджмейкеров, то есть, соответственно, как-то взлететь, да, но мы не берём сейчас этот случай, мы берём просто наш частный случай обычного человека, среднестатистического, который вот так вот что-то начинает. Могу сказать, что, да, это круглосуточно по первости, то есть, это круглосуточная работа, потому что ты, во-первых, ну, моё мнение, сугубо моё мнение, девочки, для того, чтобы тебе хотя бы даже давать задание кому-то, какому-то человеку, помощнику или ещё чего-то, вначале нужно самому вникнуть в этот вопрос, потому что велика вероятность, что у вас либо же там где-то обманут, да, может быть, с одной стороны, где-то что-то недосмотрят, вы даже не сможете, например, проконтролировать этот процесс, потому что вы не знаете, как это работает, поэтому хотя бы какие-то самые азы того же таргетинга, я не знаю, того же продвижения, то есть, да, каких-то этих инструментов просто нужно интересоваться и быть таким, наверное, немножко любознательным и где-то, знаете, как дети, да, почему, а почему, а вот это что, вот это что, и вот, наверное, вот эта любознательность, она иногда спасает, ну, например, меня спасает, потому что мне иногда сестра говорит, что ты везде лезешь, да, там, вот тебе это интересно, это интересно, Я смотрю, ну, блин, мне это надо, говорю, мне это надо для работы, мне это надо для того-то. И это на самом деле очень помогает. Это такая, знаете, любознательность и такое желание там, ну, то есть везде всё это познать, везде раскопать, как это работает. Так вот, отвечая на этот вопрос, ну, вот на первом этапе, да, действительно, работа может превратиться просто в такой снежный ком. Но, когда ты просто сидишь, у меня так было, когда я готовилась к первому старту, запуску своей школы, это реально был ужас. И я тогда ещё говорила, боже мой, да я никогда так на работах на своих не работала, на руководящих должностях. Как я здесь сижу, у меня закипают мозги, я уже там и чтец, и жрец над людей, и грец, и, то есть очень много всего, что нужно сделать. Поэтому да, но по мере того, как вы уже растёте, по мере того, как вы уже знаете какие-то фишечки, конечно, вы уже можете, вы уже узнали, да, вам уже нужно узнавать всё меньше и меньше. Понятно, развиваться нужно, но уже костяк такой, да, он уже построен у вас, он уже у вас есть, у вас уже выстроена какая-то структура. То есть и вам остаётся просто, конечно, улучшать её. Дорабатывать надо, точно так же, как я дорабатываю сейчас свой третий поток курса, потому что второй был у меня провальный, об этом я сейчас расскажу. Вот, и, соответственно, то есть здесь я уже понимаю, что мне нужно это. Я уже смотрю на это по-другому, ну, другими глазами, и мне кажется, что, конечно, каждый продукт постоянно, знаете, как-то выходит модернизация, да, там выходит телефон, потом раз, всё новее версия, всё новее, то есть что-то можно это придумать, а что-то можно это. И я так постоянно что-то придумываю, и я так и буду, то есть работать, ну, потому что как-то вот мне так кажется, что так правильно, да, постоянно улучшаться, то есть улучшаться, модернизироваться, расти над собой, ну, это самое главное, да, Как говорят, что не сравнивай себя ни с кем, сравнивай себя только с собой. И я вам хочу сказать, что да, я долгое время, у меня есть такой соревновательный дух, о котором я себе так не признавалась, думаю, да нет, наверное, это я ничего. На самом деле, да, ты смотришь на других и думаешь, блин, вау, ну я тоже, я вам рассказываю, как на духу, блин, ну как вообще классно, как этот человек так вот вообще взлетает, как он так может. Ну приблизительно, когда на одном уровне находишься, думаешь, блин, ну вообще как вот так этот один человек, надо же как вот там взлетел. И потом, когда ты узнаешь, что у этого человека там команда целая, ты такой думаешь, ну блин, ну конечно тогда, да, чего сравнивать. То есть сравнивать можно либо же людей, которые там с одним стартовым капиталом, да, как-то там, вот, и с одними входными условиями. Ну это, ну вообще сравнивать вообще не надо, да, с себя с другими. Но тем не менее, да, как бы так. Либо же сравнивать себя с собой просто. И ни в коем случае, то есть свои качества, ну свои достижения не обесценивать. Потому что, ну у некоторых есть, у некоторых есть, в гороскопе это написано, то есть это видно, когда человек способен сам себя обесценивать. А когда ты смотришь и разворачиваешься, боже мой, сколько я сделал, думаешь, ой, кто молодец, я молодец. Да, от этого становится радостно, от этого нужно, то есть себя похвалить. Поэтому на первоначальном этапе, отвечая на вопрос, да, действительно можно превратить свою работу просто в круглосуточный такой, в круглосуточный такой бег, знаете, как вот, как вот эти вот белочки или как их там называют, хомячки, которые бегают, вот так бегают, 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 да, вот, да. Но всегда нужно, естественно, продумывать изначально, а как, что ты будешь делать дальше. То есть всегда нужно прорабатывать, планировать обязательно, потому что на самом деле без планирования, если вы, то есть не выстроили какую-то структуру, у вас в голове ее нет, Сатурн не, ну то есть планетка у нас есть такая, да, вот она как раз, ну то есть не пощадит. То есть все завалится и, соответственно, изначально сразу нужно, скажем так, да, сразу нужно делать хорошо. Лучше потом доработать, чем начать, ну то есть, ну это мой опыт, да, такой. То есть если вы за что-то беретесь, вы уже, то есть делаете так, что вы уже как будто бы, ну, соответственно, на вырост, ну вот так вот, на вырост. Расскажу сейчас про свой провал, расскажу про свой провал, да, про свой провальный второй поток, который я собирала вот весной в 2020 году. И, то есть я сделала выводы по своей карте, потому что я знаю все свои, все свои минусы, которые есть. То есть я хочу все быстро и сразу, я хочу прям сразу, чтобы у меня были вообще там результаты ого-го, я хочу прям так, что, знаете, аж прям было ой-ой-ой-ой, прям, я не знаю, там, слона сразу, наполеоновские планы. То есть у меня, это у меня есть. Вот, и у меня есть еще такая черта, как я могу распаляться. То есть и, ну это я просто знаю, да, свои такие, и как раз таки, вот когда я запускала второй поток, то есть что происходило? Я хотела все быстро, я распалялась, то есть я не проработала должный, ну такой, знаете, должный, вот этот тот самый план, который хочет наш Сатурн, да, когда, чтобы все размерено, все умерено, то есть и потом ты пойдешь. И, собственно говоря, то есть затраченные усилия, затраченные финансы на продвижение, на все они просто, то есть не было вообще системы от слова совсем, что-то нам нахваталось, что-то сям нахваталось, то есть закончила курсы такие, закончила такие, решила все по-быстрому сделать, хотя знания были, но решила по-быстрому. Ну сейчас и все по-быстрому. Вот, и, собственно говоря, ну, пришло два человека, вот, один человек так и не закончил, второй человек вот закончил, ну, заканчивает курс там, поэтому я очень благодарна, вот, это такой благодарный студент, вот, который сам самостоятельно все учит, и, конечно, мне приятно, но это был провал, то есть это был провал, после которого я хотела бросить все, ну, прям вот, думаю, ну, блин, ладно, доведу уже, и все, но у меня есть такая черта, вы знаете, такая настырность, наверное, я не знаю, вот иногда прям такой, как вот, аж прям появляется, думаешь, ну, давай еще раз, вот у меня как бывает, ну, я еще раз, еще раз, если вот в этот раз ничего не получится, все, брошу, я реально, то есть у меня такие мысли были, потом у меня был, я со своими студентами собирала, то есть мы переходили на прогностику, я тоже хотела собрать людей на прогностику, там у меня вообще интересная история получилась, то есть, чтобы вы понимали, что на самом деле это очень интересно, когда ты вот это все сам создаешь, это очень интересно, это очень захватывающе, на самом деле, когда когда ты видишь результаты своего труда, с одной стороны, с другой стороны, это риски, это новые люди, это ошибки, это шишки, то есть все, все, что хочешь. И потом, собственно, я наняла человека, маркетолога, который с большим опытом, поэтому здесь я тоже хочу вам отметить, что иногда красивые призывы, красивые картинки, красивые слова, они иногда очень, ну, то есть иногда потом, в общем, ничего не значат, потому что с этим маркетологом получилось таким образом, что, что, в общем, произошло, ну, я какую-то денежку заплатила, то есть там контент-планы, и потом после провального еще одного вебинара, то есть была подготовлена куча информации, там шикарно, почти, я не знаю, чуть ли не курс уже сам там был запихнут в этот вебинар такой, ну, такой мастер-класс, даже не вебинар, а мастер-класс, и, то есть этот маркетолог не вышел на связь, то есть, соответственно, ну, может, я так, ну, как бы, знаете, это называется кинуть, там, не кинуть, ну, в общем, как-то вот такое, то есть у меня даже не один провальный опыт был, у меня было два провальных опыта, вот, но тем не менее, я что хочу вам сказать, никогда не опускайте руки, никогда не опускайте руки, потому что после этих провальных опытов я пошла учиться еще, еще, то есть я вложила в свое обучение, я уже не буду, даже не буду вам цифры называть, потому что, что касается продвижения в Инстаграм, таргет, рекламы, там, помимо того, что астрология, я постоянно хожу на мастер-классы и на дополнительное обучение, то есть, да, я и обучаю, но я все равно повышаю свою квалификацию других астрологов, потому что это необходимо, ты когда просто что-то, там, у тебя раз новый инсайт, ты их поймал, ты раз своим ученикам это передаешь, и думаешь, вау, класс, какое-то открытие, да, вот, и я после этого пошла еще на один, на два курса, на один курс я пошла по продвижению, опять-таки же в Инстаграме, думаю, ну, что-то я делаю не так, наверное, не так, что вот у меня ничего не едет, ничего не едет, думаю, ну, как так, я столько усилий уложила, я уже два года здесь, да, посмотрю, как растут другие блоги, я там все делаю, и что-то, ну, то есть, и какие-то интенсивы, и квесты придумываю, то есть, все это, ну, ничего, вот, и после этого, вот, знаете, бывает, когда ты попадаешь к какому-то своему учителю, да, к какому-то своему наставнику, и бывает, например, может быть, кто-то из вас уже учил астрологию, да, ну, я, так как я преподаватель по астрологии, кто-то изучал астрологию, предположим, и чего-то там не срастается, и вы находите своего учителя, и раз, у вас пазл сложились, так вот у меня было, когда я проводила вот бесплатный мини-курс сам себе астролог, одна девушка, и даже две так и писали, что, говорит, ну, наконец-то у меня пазл сложился, я, говорит, уже три раза там чего-то начинала учить, и вот, наконец-то, да, вот мне стало хотя бы что-то понятно, поэтому иногда даже, если какой-то учитель дает вам супер какие-то знания, у вас это может не зайти, вот, у меня, я же говорю, я училась там супер каких-то там учителей, у меня зашло, когда мне просто объяснили, делай раз, делай два, делай три, и все, у тебя, елочка, гори, да, то есть у меня все сдвинулось с места, ну, там, дело с мертвой точки, ну, и, собственно говоря, потом еще один курс был, который тоже там по, то есть как, да, как, в общем-то, ну, рассказать о себе, да, то есть что, какую ценность ты несешь, или еще что-то такое, вот, в общем, такие вот, девочки, на самом деле, это, конечно, нервы, это время, это деньги, ну, то есть, потому что мы живем в материальном мире, да, то есть это потери, я же говорю, временные, финансовые, моральные, то есть мне по башке стукнуло так это хорошо в ноябре, когда, видимо, у меня уже, знаете, когда накопился какой-то такой предел вот этих переживаний, наверное, и того, что я решила, все, я бросаю, все, ничего я не буду, вот, потому что, ну, как это так, но, в общем, настырность и упертость, и упрямость иногда, знаете, такая даже вот упертость, иногда даже такая баранья, овновская, наверное, овновская, где-то козерожья, потому что Сатурн у меня в десятом, наверное, он все-таки мне помогает как-то, вот, знаете, не бросать это дело, плюс еще Плутон, он любит себя стязать, у меня он прям с моим солнцем соединен, и, наверное, вот эта вот склонность к самозамазохизму, отчасти она помогает, мне, знаете, как птицы Феникс такой, ты раз сгорел, все, порыдал, поплакал, думаешь, ну, все, капец, ну, ну, сколько можно уже, ну, и ты бах, и опять пошел, и ты пошел, то есть, как-то так, да, ну, то есть, второе дыхание появляется, думаешь, ладно, все, давай еще раз, наша песня хороша, начинай сначала, потому что сдаться, то есть, скажем так, да, в какие-то, ну, в найм всегда успеешь, а вот попробовать свои силы даже, ну, то есть, попробовать даже себя, да, так вот, ну, так как, знаете, как, ну-ка, ну-ка я испытаю себя, на чего я, на что я способен, как игра такая, да, прокачай своего игрока, то есть, давай, то есть, способен ты будешь или нет, поэтому я вам говорю, что не бойтесь, не бойтесь, то есть, посыл мой таков, не бойтесь пробовать зарабатывать, то есть, и вообще не бойтесь пробовать себя в новых делах, не бойтесь пробовать себя в новой реализации, именно социальной такой, да, профессиональной, потому что, на самом деле, мы понимаем, что наша профессия приносит нам финансы, А уже эти финансы обеспечивают нам какую-то комфортную жизнь, тот комфорт, к которому мы привыкаем, к которому мы хотим стремиться. Поэтому не бойтесь пробовать. Идите к этому разными инструментами. Кто-то не хочет изучать астрологию, идите к астрологу, для того чтобы понять, когда вы в тупике или, например, вы боитесь потерять работу. Идите, не пожалейте этих финансов, это вложение в вас. Вы вкладываете в себя. То есть, понимаете, когда вы, например, заказываете, вот мне иногда пишут, ой, дорого там, да, например, ну да, может быть, да, для кого-то дорого. Но когда я, например, шла учиться на астрологию, вообще у меня вопрос не стал. То есть, знаете, такой был какой-то интерес, и я понимала, что... А потом, если я ищу эти знания потом на пенсии, ну у меня такое реально... Потом уже, когда я стала понимать, что, глянь, как прикольно оказывается, да, то есть, это астрология, то есть, думаю, ну, на пенсии денежка у меня будет, потому что я понимаю, что на те копейки, да, которые там на пенсии, и то, будет ли она или нет, то есть, ну, прожить. А неизвестно, будешь ли ты там, у тебя дети будут с тобой жить, да, например, или там, ну, мало ли там. Вот, может, там они разъедутся куда-нибудь, я не знаю, а ты будешь один тут вообще. Как, ну, жизнь, она такая штука, да, то есть, ну, поэтому иногда подстраховаться вложением в себя, вложением в себя прежде всего, то есть, всегда вкладывайте в себя, то есть, развивайтесь, потому что, на самом деле, это единственный ресурс, который вас потом будет держать, наверное, на плаву, как мне кажется, потому что, да, можно надеяться на мужа, можно надеяться там на какие-то сбережения, но вот то, что вот здесь, вот то, что в нашей такой кукушечке, оно никуда, то есть, оно никуда не денется, оно будет с вами, да, тем более, если вы будете туда еще и еще вкладывать ценный багаж знаний своих. Я не говорю сейчас только про астрологию, да, я говорю сейчас про новые профессии, я говорю сейчас про то, что вы, например, мечтали когда-то, кто-то хотел, например, быть психологом, кто-то хотел, я не знаю, там, делать ногти, делать ресницы, там, пойти на визажиста, на косметолога, там, на перманентный макияж учиться, и вы, например, боитесь, да, да, ну че там, уже поздно начинать, или еще, посмотрите на меня, то есть, после 40 я вот сейчас вот резко у меня жизнь, просто вот, ну, знаете, вот прям на 180, 360 это в ту же точку вернуться, а вот на 180 это точно, то есть, моя жизнь, она вот прям кардинальным образом изменилась, вот, и нейронные связи, они-то еще, конечно, живут по-старому, но уже такие, которые формируются новые, и новая жизнь, такая новая реальность, она уже такая, блин, ну, прикольненько где-то, да, какие-то кайфы такие есть, поэтому вот такие вот истории, я, может быть, знаете, такой, где-то такой, может быть, более мотивационный, что ли, эфир получится, нежели там, вы, может быть, хотели, чтобы я карты разобрала, я вам тут, да, про свои какие-то падения там и все остальное прочее, значит, здесь был такой вопросик, солнце, оппозиция, Плутон на куспиде шестого дома, что, 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 кто на куспиде, Плутон на куспиде шестого, на что влиять будет, смотрите, девчонки, вот такие карты, они, конечно, нужно смотреть целиком, да, чтобы я видела вот ваш кружок такой, чтобы вам ответить, вот, но в целом, то есть Плутон, он, конечно, действует разрушительно, скажем так, на солнышко, но солнышко, его, в принципе, как в профессии, если его, это может быть муж, например, это может быть папа, который такой, например, влияет на вашу самооценку и где-то подавляет, может быть, да, с одной стороны, это может быть и вы такой человек, который не любит на себя давление, да, либо же, напротив, в детском возрасте подвергались манипуляциям, тоже как вариант, вот, ну и на куспиде, ну, то есть Плутон на куспиде шестого дома отчасти может говорить о коллективе вашем рабочем, да, предположим, либо же о вашей работе непосредственно, когда, например, работа будет довольно-таки сложная, напряженная, может быть, в банке, то есть, да, когда прям придется усиливать. Раньше, если, например, да, вот вы ко мне пришли в 20, например, году, там, 20 века, я вам сказала, о, там, девушка, вам пахать на заводе, там, да, в каком-то сложном, химическом, даже там, в каком-то или очистных сооружениях, то есть сейчас, конечно, сейчас в наш 21 век, почему я говорю, да, то есть здесь выбирать вы можете вообще, пойти на психолога, пойти на хирурга, пойти, например, там, на косметолога и этим Плутончиком колоть всех, да, например, там еще нужно смотреть другие связи, в общем, ну, как-то вот таким образом, ну, в общем, это как вот, разрушать можете здоровье еще свое, как вариант, то есть, да, вот таким образом, вот, поэтому, вот такие вопросики. Еще девочки, там вот меня спрашивали коротко о своем опыте, то есть, да, о своем опыте в Инстаграме, я уже немножечко, когда рассказывала про свои провалы, я рассказывала, то есть, ну, изначально я свой блог как такой образовательный решила заводить, и, соответственно, ну, как-то так случилось, что сразу пришла мне рекламка, как настраивать, ну, то есть, а как настраивать таргет, я узнала, что такое таргет, а как нужно шапку заполнять, и я пошла на курс, как нужно шапку заполнять, я взяла консультацию у таргетолога вообще, как нужно продвигаться для того, чтобы твой блог там рос, да, например, вот такой опыт, потом я увидела, что, ой, делаются такие красивые шаблоны, какие-то картинки с Инстаграма, сказали, что Инстаграм картинки не очень продвигает, не очень любит, ну, то есть, просто, которые в сети, поэтому нужно фотосессии делать, что для меня, конечно, честно скажу, такой, ну, не очень я люблю фотографироваться, поэтому вот это вот как лишнюю фотосессию делать, так мне, ну, я уже привыкаю к этому, но мне не очень это нравится на самом деле, честно скажу, то есть, там, позируешь, там, вот так, вот так, вот так, одна фотосессия была, это просто ужас, там как-то мне так вывернули ноги, девушка, это, говорю, слушай, ну, мне так неудобно сидеть, мне кажется, это очень некрасиво, и неестественно, вы, 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 ну, то есть, в кадре будет выглядеть, потому что, ну, реально там ноги, я не знаю, в какой-то такой плоскости, так и получилось, в общем, поэтому тут тоже, да, когда ты, когда ты только вот в это все внедряешься, ты сливаешь бопосы на какие-то некачественные фотосессии, потому что ты такой раз приходишь на рынок и думаешь, глянь, я не знаю, кто здесь лучше, да, то есть, ну, вот какой попался, вроде работы красивые, понравилась одна девушка там, очень красивая, и все, и пошел, а потом там, когда ты получаешь на выходе, думаешь, блин, ну, е-мое, и выставить-то ничего нет, получается, там, слил как-то, да, свой бюджет, вот, то же самое касается этих, ну, то есть, возможно, оформления профиля, то есть, здесь тоже я посмотрела, думаю, вау, глянь, сейчас все красиво делают вот эти, ну, то есть, украшательства, да, такие, ну, там, лента бесконечная, конечная, там, еще как-то, думаю, вау, я вот это хочу, я же тоже хочу, чтобы мой блог был красивый, соответственно, вот так, потом я захотела свой сайт, то есть, я сделала сайт, потом я научилась работать на тильде, делать сама сайты на топлинке, то есть, ну, если говорить, да, про то, как я продвигалась коротко, я всему училась сама, то есть, это коротко, то есть, я училась, где-то подсматривала, где-то покупала курсы, где-то просто видела, то есть, ну, как вот, была подписана на этих людей, да, и они там что-то, что-то, что-то выкладывали, я думаю, о, глянь, вот новый тренд там, да, вот, ну, в общем, как-то вот так я продвигалась, так что, ну, вот, собственно говоря, Потом платная реклама, это таргеты и все остальное, потому что без этого сейчас инстаграм, то есть это не инстаграм, который только когда он нашел, когда там выложил фотку, ну я думаю вы все это знаете и соответственно там посыпались лайки тебе. Сейчас инстаграм, соответственно, закручивает гайки для того, чтобы как-то ему платили денежки, 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 потому что это такая рекламная площадка по большому счету, ну как отчасти рекламная площадка, а отчасти та площадка, где можно действительно найти для себя что-то интересное. Потому что я сейчас уже понимаю, что если я иду что-то искать, например, браслетики, сумочки, там говорю, мама, вот что-то хочется мне там какой-то кошелечек, так пошла в инстаграм, так кошельки, сумочки, там еще что-то такое, я вот заказываю себе вот такие браслетики, вот, то есть нашла классный сайт, ребята тоже, вот кстати, кстати, это как раз таки про то, про начало моего такого вещания, да, может быть где-то такого сумбурного сегодня, когда про новые источники, например, вот девушка рассказывала свою историю, когда она просто тоже работала, работала, потом они решили просто сделать браслетики, вот, назвали там, ее зовут Евгения, они там, Эжон, по-французски Эжон называется, то есть назвали эту компанию и сейчас делают браслеты, то есть видно, как профиль растет, видно, как вот это разбегается, эти браслетики по всему, по всему земному шарику, как они не успевают на Новый год их все делать, вот, скорее всего, там куспит в тельце второго дома в тельце, либо же там стоит венерка, предположим, да, либо же там, например, управитель второго имеет связь, например, с венеркой, там, или выделенковал весом, ну, короче, очень много таких, да, каких-то моментов, которые как раз таки указывают на то, что вот человек, он не любит инфо-цыганством заниматься, да, он не преподаватель, он не, там, не агитатор, человек, не пиарщик, он не любит писать там чего-то, да, он любит видеть и продавать человеку, например, конкретный результат, он любит, чтобы человек взял его продукт и сказал, блин, какая классная вещь, вот, поэтому вот таким людям все равно нужно искать новые источники дохода, да, ну, например, вот таким образом и использовать, предположим, такие вот сейчас социальные сети просто как магазин, то есть это те же самые магазины, да, или как вот висточки раньше были, или как наклеечки, которые сейчас вот, ну, иногда вы заходите в подъезд, да, и там вот там, там компьютерный мастер, там, или еще что-нибудь, вот, ну, в общем, вот так, как, кстати, как раньше, ну, кстати, еще в рекламе был замечен Маяковский, если помните, то есть он тоже писал рекламные лозунги всякие, поэтому реклама, в принципе, она уже давно есть, просто она сейчас у нас вот перерастает немножко, ну, то есть, да, в другой формат, такой какой-то более продвинутый, вот, поэтому посыл мой таков этого, ну, то есть вот моего сегодняшнего эфира, что вкладывайте, вкладывайте, не бойтесь начинать, не знаете, не знаете, да, то есть приходите на обучение на астрологию, все-таки же у меня астрологический блок, ну, как я вас не приглашу, либо же приходите на консультации к астрологам, если вы хотите чего-то начать, вы сомневаетесь, да, например, я сомневаюсь, что у меня это пойдет, вообще не вопрос, вы приходите к астрологу, он вам рассказывает на пальцах, причем, если вы, например, даже не понимаете, сделайте умный вид, что вы понимаете, да-да, то есть, ну, Венера, да, конечно, Венера, то есть там, да, ну, или, например, посмотрите, успевайте еще мою бесплатную, вот, сам себе астролог, там тоже есть какие-то такие фишечки, и вообще читайте мой блог, потому что я там тоже про много рассказываю, и про деньги там есть у меня, посты, вот, для того, чтобы вы понимали вообще, куда копать, да, а на самом деле, даже такие, вы знаете, первоначальные азы своей карты, вообще астрологии, они, конечно, дают колоссальные, такое, сакральные знания, я бы так сказала, действительно сакральные, потому что ты обладаешь, ну, какими-то инструментами, когда ты можешь управлять, ну, так как управлять автомобилем, да, вы когда научились ехать, и когда вы классно уже научились ехать, вы такие, раз, кочку объезжаете, там, и все остальное прочее, навигатор у вас есть, хопа, я пойду по этому пути, да, например, проеду, вот здесь меня ведут мимо пробок, например, а не в пробку, чтобы встрять, там, и идти, блин, да, до своего, там, ну, как сказать, до своего дела, аж, там, я не знаю, через 10 лет прийти, а можно покороче, поэтому вот как-то вот так, как-то вот так, вот, если у вас есть вопросики, задавайте, если нет, ну, что-то я, я собиралась на полчаса, и что-то я вам такую лекцию провела, да, аж на, почти на целый час, поэтому, если есть вопросики, девочки, задавайте, если нет, если нет, я сейчас пролистаю, может, вы мне задавали, а я не вижу, если нет, то тогда я откланиваюсь, вот, спасибо, что послушали моё сегодняшнее такое откровение, такого, да, вот, где-то, ну, прям реально, это жизнь, то есть, имейте в виду, то есть, я не скрываю, я, в принципе, максимально честна в своём блоге, какие-то стороны жизни, ну, то есть, я не раскрываю, потому что, ну, не считаю нужным, потому что у меня блог эксперта такого, да, и я, прежде всего, хочу показать себя как эксперта, как человека, как преподавателя, то есть, да, вот, поэтому, в общем-то, спасибо, да, если вы что-то ценное сегодня для себя отметили, то есть, для меня это очень-очень приятно, потому что, на самом деле, я выхожу в эфиры, ну, не для того, чтобы просто поболтать, потому что я сама люблю, да, когда ценный какой-то контент дают, ну, там, сейчас я вам расскажу, там, туда-сюда, то есть, я делюсь своим опытом, который, может быть, кому-то пригодится, я, например, стараюсь как-то людей мотивировать и агитировать где-то, да, то есть, ну, по-хорошему агитировать в какую-то, на изменения, потому что, например, работала я, когда руководителем, для меня было удивительно, когда, например, я говорю своей коллеге, сотруднице, говорю, что, ну, давай, то есть, мне нужно было подготовить, у нас была категория менеджеров, и я говорю, слушай, ну, давай, ты тест дашь мне, вот, и пятерка тебе будет к зарплате, пятерка, целая пятерка, то есть, причем, тесты там были, ну, чтобы вы понимали, такие, очень простенькие, там, я работала на заводе электротехнического оборудования, но, тем не менее, девочки все это знали, нет, не хотят, для меня, конечно, это удивительно, потому что, знаете, это как вот этот фильм, кто на хлебозавод, я, да, то есть, вот, потому что родители мне когда-то сказали, и, знаете, это как такое кредо, кредо жизни, подлежащий камень, вода не течет, вот, и когда потом еще уже, да, обрастаешь этими какими-то мудростями, пословицами, то есть, не постучишь, тебе не откроют, ну, вот, подлежащий камень вода не течет, почему-то, знаете, так вот идет со мной по жизни, я понимаю теперь вот всю, ну, всю мощь, да, вот, вот эти какой-то простой такой фразы, на самом деле, да, девочки, то есть, если кто-то думает, что это все просто, вот, там, что-то посты пишут, там, это, это не просто, это очень сложно, это очень тяжело, это интересно, это интересно, но это труд, это такой большой труд, поэтому, но он вознаграждается, то есть, вот, вашими такими отзывами он вознаграждается просто таки, того, что когда люди пишут, вы мне так помогли, да, например, ваши слова, ваша консультация просто меня вывело там из какого-то тупика, там я поменял работу, у меня выросла зарплата, то есть, а у меня родился малыш, то есть это дорого стоит, или, например, да, я наконец-то продал квартиру, да, как вы и говорили, то и все получилось, вот, поэтому в общем-то, в общем-то, девочки, пробуйте, пробуйте, не сидите, сейчас время не сидеть, вот, однозначно, отсидеться не получится, и сейчас то время, когда нужно брать быка за рога, по-моему, вчера я это писала, да, то есть, все, но у меня все ответили, что все быка за рога берут, поэтому молодцы, в общем, все, вопросиков нет, спасибо вам, что пришли послушать мою вот такую вот мою историю, где-то, да, мои откровения, в общем, осталось одно местечко, осталось одно местечко, потому что у меня разобрали весь профи, то есть, все пакеты профессионал, я много не беру, потому что я сама проверяю домашку, и девочки получат сертификаты только после сдачи экзамена, поэтому, девочки, если кто-то, где есть у меня тут ученицы, мое будущее, и плюс еще интересно, знаете, такую фишку, девочкам отправила своим анкетку, анкетку перед стартом обучения, то есть, очень классная анкета, которая, какую точку, то есть, какую цель они перед собой ставят, и для чего я это делаю, я это делаю, чтобы мой курс, это был не просто, знаете, вот пришел, отчитала там, и они пошли себе спокойно, я пришла к такому, что я хочу выпускать тех людей, которые будут потом применять эти знания о себе во благо, пусть, например, вы, кто-то просто как хобби будет, кто-то потом перейдет в профессию, или, например, будет использовать, например, это как дополнительный инструмент, да, если, например, психолог, например, человек, да, или хиар-менеджер, то есть, он будет это использовать, ну, то есть, в общем-то, как-то вот так вот, поэтому, в общем, на курсе у меня будет так вот строго, поэтому сертификаты выдаются только после, после экзамена, чтобы вы понимали, и я просто хочу понимать, что, ну, знаете, когда отвечаешь за свое, за качество своего продукта, наверное, вот так вот, вот, поэтому всем спасибо, всем спасибо, кто мои бывшие, ну, то есть, не бывшие, а мои вот ученики, которые, которые прошли, у меня для вас интересное, такое будет предложение, а девчоночки, которые там уже устанавливают все программки и заполняют анкеты ректификации, встретимся с вами 20-го, вот, а девочки, кто у меня в блоге, я вас рада видеть, вы, пожалуйста, то есть, да, читайте посты, задавайте вопросы, я всегда рада ответить, я думаю, вы, в принципе, все знаете, что я, в принципе, стараюсь каждому ответить, каждому уделить внимание, все, пока-пока, целую вас, приятного вечера, сегодня у нас что, четверг, у нас скоро выходные, длинные, поэтому хороших вам выходных, а мы с девчонками встретимся 20-го, кто еще хочет, одно место осталось, все, больше нету, все, давайте, пока-пока.